Привет, мы вас. И вы знаете, я вот почитал, что вы написали, и могу сказать, что у вас есть свои требования, мои взгляды на жизнь, на отношения, на то, как вообще должна строиться совместная жизнь двух людей молодых, как и что они должны друг для друга делать. И можно здесь лишь много говорить по поводу того, что вы слишком разные, что вы друг другу не подходите и так далее. Но я отмечу лишь один, только один момент, который мне показался самым главным. Вы спортсмен. И у вас очень строгий режим, как у спортсмена. Это дело вашей жизни. И вы хотите этим заниматься дальше, чтобы с помощью этого, как я понял, чего-то в жизни не достичь. Цель, нужно сказать, более чем оправдана. Решение более чем важно. А выбор более чем достойный. Это я все про вас. И вы еще работаете, как вы говорите. То есть у вас очень ответственный, правильный, здоровый, адекватный подход к жизни. Если мнение изменяет память, то массивное питание предполагает вот эти вот 5-6 раз, которые вы говорите, небольшими порциями. То есть это, простите, не 3 смены плюс. Обязательный дефест. Да? Это именно небольшая порция еды. Да, 5-6 раз, но небольшая. И поправьте меня, если я ошибаюсь, но достаточно просто разогреть эту еду. Ее не нужно готовить. Но ваша девушка не хочет и этого. Она ведет обособленный образ жизни. И ее обособленность может быть черта характера. Может быть она так воспитана. Может быть у нее такие ценности, такие взгляды, что вот она считает, что каждый должен делать все только для себя. Но плохо то, что она не считается с вами. Вот вы делаете все по-дому? Стараетесь делать все, что нужно? Она на машине на вашей езде. Так еще и говорит вам, что для того, чтобы она готовила, вы должны ей там шубу покупать. То есть это какие-то условия. И вот эти условия, которые ставит вам ваша девушка, то есть если ты мне дашь что-то, то я что-то дам тебе, это условность не позволяет говорить о том, что она вас любит, а позволяет говорить о том, что человек с вами, потому что это в той или иной степени, ну, соответствует пока ее интересам. Пому чего она хочет. Перестанет это соответствовать ее интересам и она, думаю, легко, достаточно. От вас уйдет. Потому что подобный подход не похож на отношения любящего человека. Дальше. Вот вы, наверное, хотели бы, чтобы она изменилась, чтобы она по-другому собралась. И парадокс заключается в том, это именно парадокс. Он заключается в том, что если бы она была бы другой, если бы она вела себя сначала, то это уже была бы не она, та девушка, которую вы любите, а другая. Кто-то другой, но не она. И получается так, что вы, с одной стороны, не желаете принимать ее такой, какая она есть, не желаете принимать ее поведение, и это понятно, оно вам не подходит. С другой стороны, вам и не нужно принимать ее изменения, потому что это получится уже другой человек. А она не хочет ничего менять, она считает, что все в порядке. Так вот, отношения можно сохранить только тогда, когда оба человека, оба партнера в отношениях стремятся что-то сделать, стремятся, когда отношения наладят. А получается, что делаете только вы. И в этом контексте, в этом контексте, у вас есть два пути решения. Первый вариант такой. Принять полностью девушку вот такой, какая она есть, не пытаться ее переделать, не требовать от нее того, что она не может и не хочет делать. С благодарностью принимать то, что она сама для вас усуществляет, то есть, может быть, какие-то крохи, какие-то мелочи, но все равно что-то. И просто-напросто не ожидать, перестаньте ожидать от нее того, что она должна для вас вот это определенное дело. Перестаньте ожидать, снизите уровень своих ожиданий, уровень своих требований, и вам будет самому легче. Да, вы будете жить как будто бы еще более обособлен от нее, но, по крайней мере, ссора у вас не будет. Вы будете во всем полагаться только на себя самого. Ну, для мужчины это не так плохо. Полагаться надо на самого себя. А девочка это так. Она есть как будто бы, но полагаться на нее не будет. Ну, соответственно, и отношение такое же к ней у вас будет. Вы ничего особо для нее делать не будете. Полагаться будете на себя время проводить вместе. И, рано или поздно, девочку это начнет задевать. Она будет вам говорить, ну, почему ты не делаешь для меня то-то было-то, почему ты не делаешь для меня того-то, того-то. А вы ей в ответ скажете, Так, а как я могу для тебя что-то делать, если ты ничего не хочешь сделать для меня? Я твои решения уважаю. Понимаюсь, если ты не хочешь себя не заставить. Но я тоже ничего не буду делать, если мне неудобно. И это будет справедливо. И тогда у девушки будет выбор. Либо она остается с вами, но старается для вас это делать. И вы для нее стараетесь это делать, видя, что она старается. Но нужно понимать, что каждый по-своему вносит вклад в отношения. Если вы, например, обеспечиваете вашу пару, там, финансово и что-то еще, то девушка, естественно, может этого не делать. Она может заниматься всеми другими. Это ее право, опять-таки. Это ее выбор. Это ее женский вклад в ваш хозяйство. Но нужно видеть, что она делает хоть что-нибудь. А вы делаете что-то свое. И это будет справедливо. Резонный вопрос, который может задать она, который можете задать вы. А почему именно она должна начать делать что-то? Ответный вопрос прост. Потому что на данный момент в отношениях вы делаете в разы больше. Нижеизмеримо больше. И это неправильно. Вы как будто бы делаете в отношениях для двоих то, что, в общем-то, делают двое. Если человек в отношениях делает что-то за двоих, то получается, что он не нуждается во втором человеке. А вы своей девушке нуждаетесь? Если да, то в чем? На этот вопрос я тоже рекомендую вам ответить. Да, вы написали, что она красивая, верная, любит вас. Но насчет красоты и верности это относительное понятие. Красота это внешняя сторона, верность условная. О любви я сказал вам уже ранее. А что еще? Что она вам дает? Для чего вы терпите все родовые отношения и ссоры в том числе? Они явно вас напрягают. И вы хотите от нее расстаться. И желание у вас очень большое. Что не дает? Подумайте над этим вопросом. Потому что, судя по вашему описанию, эти постоянные ссоры, регулярные ссоры, они только требуют нервы. И чтобы вы друг друга не возненавидели, папа, может быть имеет смысл расстаться хотя бы на время. Просто сказать, прости, дорогая, я устал и хочу побыть одним. Хочу переотмыслить наши отношения и себя в них. Потому что мне не нравится ссориться постоянно. Но и жить, как мы жили, я тоже не хочу. И это станет серьезным шагом для того, чтобы вам переотмыслить что-то. Чтобы девушке переотмыслить что-то. И так далее. Это первый вариант. Второй вариант. Второй вариант, наверное, от счастья уже был озвучен. Он заключается в том, что вы просто-напросто с человеком разговариваете. Вот вы зовете ее на свидание в ресторан и говорите ей примерно следующую вещь. Я хочу быть с тобой, я тебя люблю, но дальше меня так не устраивает. Поэтому давай мы с тобой попробуем сейчас решить вопрос. Так. Либо Ты делаешь для меня, когда мы частично, что ты из того, что хочу я, либо мы расстаемся. И смотрите на реакцию девушки. Вот вы говорите, что вы ее любите. Если она вас действительно любит, то она видит, что вам неприятно, то вам это сделано, что вы ее мучаетесь, что вам нелегко дается то, что сделает, и нелегко дается даже этот разговор. Она обязательно припримет какие-то шаги. То есть, человек тебя прилюбит, он, в принципе, готов меняться. Ему нужно показать, что ситуация критическая. Она требует этих изменений. Потому что человек может не понимать, ему может казаться, что все еще хорошо, то меняться не обязательно. Такое бывает. И показав девушке, что в критический момент она так, что вы настроены серьезно, что вы не собираетесь отступать, вы дадите девушке шанс. Либо она меняет что-то в своем поведении, либо нет. И для меня это вы остаетесь в мире. И если нет, значит вы расстаетесь. Потому что, если сейчас, на данных стадиях отношений, у вас нет понимания, взаимопонимания, и вы пытаетесь ссорить, то дальше будет только хуже. И со временем ничего не изменится. А конструктивно решать что-то она не хочет. Ну, значит, и не нужно. Не нужно преддаться решать девушке, что это конструктивно. Ну, и наполняет ее перед фактом. Если она хочет быть ссорми, ну, она что-то делает. Если она не хочет ничего делать, значит, с вами она не будет. В принципе, я думаю, что на этом можно закончить. Потому что основные направления я вам рассказал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше.